Напишем форму включения и исключения для двух множеств. На одном из следующих занятий мы разберем знаменитую задачу о кафтане. Задача такая. Представьте себе, что у вас есть кафтан площадью 1 квадратный метр. На нем несколько заплат. Ну, например, 5 заплат, каждая площадью, не знаю, половину квадратного метра. Вопрос. Какое тройное пересечение обязательно будет? Или какое двойное пересечение обязательно будет? Можно поставить массу таких задач. Это клещерная. Нет, она слишком тяжелая. Можно поставить много таких задач. Оказывается, что они довольно нетрудные, в общем, форму включения и исключений и ее усиления. Дело в том, что форму включения и исключений в большинстве случаев школьники учатся в том виде, как я сейчас сказал. На самом деле есть усиление. Причем совершенно замечательное, интересное. Мы его обязательно разберем. Но не сегодня. Сегодня разберемся конкретно с случаем двух множеств и трех множеств. Поехали. Для этого, во-первых, нужно знать обозначениях. Боюсь, что просто кто-то их не знает, и это будет тяжелее. Значит, обозначения такие. Когда у нас есть множество, как обозначается их пересечение. Все помните, как пересечение множества? Для начала, что такое пересечение? Общая часть. Общая часть. Так? Например, пересечение множества людей в ботинках с множеством мальчиков, присутствующих в этой комнате. Это что такое? Мальчики. Это те мальчики, которые не в тапочках, не в кедах, не в сапогах множество таких х, что х принадлежит а, и при этом х принадлежит в б. Отлично. На картинке очень просто. Вот есть множество а, вот есть множество б, вот это будет пересечение. Общая часть. Понятия не скажу. Хорошо. А что такое объединение? Да. Это когда и, а, и, б. Что такое и, а, и, б? И, а. Это то есть... И, а это вообще после этого. Это когда присутствуют все. Объединение двух множеств состоит из таких х, что что? Что х принадлежит а или и, б. Молодец. Или. Это баха. Принадлежит одному из них. Вообще, очень важно. Или в математике. Это неразделительное. То есть, когда математик говорит, пожалуйста, дайте мне чай или кофе, то он совершенно не обидится, если ему дадут по стакану. Один с чаем, дадут кофе. Совершенно так. Вы мне дали чай или кофе. Ну, по условиям подвести. Важно, чтобы вы мне дали хоть что-нибудь, да? Если вы дадите и то, и то, то же не опишусь. Так вот, вот она картинка. Извините, что я говорю сейчас крайне простые вещи, но на всякий случай надо, чтобы все знали. Вот это называется объединение. Понятно? Отлично. Ну, вообще, да? Есть еще много других операций. Например, есть такая замечательная операция, как вычитание множества. А без Б. Это что такое? Ну, получается, А минус пресечение А и Б. Это надо из множества А выбросить все элементы множества Б. То есть, на картинке, вот есть множество А, так вот, если считается, что картинка, все понимают, что это не обязательно про геометру, не обязательно про круги, это может быть множество, я не знаю, там, людей, черепах, планет, чего угодно, да? Каких-то обзарковых объектов. Важно, что А без Б, это вот так. Это множество тех Х, что Х принадлежит А, и при этом Х не принадлежит Б. Все варианты? Замечательно. Догадаетесь. А вот это будет как обозначаться? Ну, Б минус. Понятно, да? Отлично. И теперь очень важная вещь. А без Б. Вместе с Б без А. На картинке каким образом выглядит? Все, кроме пересечения. Все, кроме пересечения. Отлично. Отлично. Как оно обозначается? Обозначается треугольничком. Называется симметрическая разность. Запомнить это обозначение очень легко. Смотрите. Вот разность – это палочек сюда. Так? Если наоборот из Б вычитать, так уж никогда не пишут, но в принципе палочек сюда разумно поставить. Да? А еще надо объединить. Объединить их вот так вот. Ну и вместе получается что-то вроде треугольника. Разумно? Теугольник. Которые входят. А почему это? А уже туда-туда. Или? Да. Но при этом х не принадлежит пересечению. Понятная идея? Да. Здесь уже звучало. То есть, чтобы образовать симметрическую разность, надо сделать так. Надо объединить и из того, что получилось, выбросить пересечение. Все, понятно? Что? И выбросить пересечение. Так. Все? Сейчас. Моя работа – это написать форму включения-висключения для двух множеств. Я это напишу на следующем опыте. Если есть два множества, а и вы, и меня интересует количество элементов, то нужно сделать следующее. Посчитать, сколько элементов в А, посчитать, сколько элементов в В и вычесть из этого количество элементов пересечения. Это. В картинке – это абсолютно очевидно. Я предупреждена. Но! У этой формулы есть один важный вариант. Вот не такой. Представьте себе, что у вас есть универсум. Что такое универсум? Ну, например, представьте себе, если вы решаете задачи о людях, то разумно в качестве этого универсума взять просто всех людей, которые сейчас есть. Или вы решаете какую-нибудь задачу о точках квадрата. Тогда в качестве универсума разумно… Это множество, которое содержит в себе все, что нам интересно. Понятно, да? Ну, универсально, знаете? Что такое университет? Это разностранство. Вуз, которым много разного. Которым много всего. Между прочим, когда в нашей стране говорят «станкостроительный университет», это, по-моему, больше найти… Нет, кстати, в станкостроении вообще ничего плохого не было. Это вполне достойная профессия. Но вот не бывает «станкостроительного университета». Понятно, да? Он слишком непонаправленный. Если честно, даже медицинский университет звучит с очень большой натяжкой. Потому что все-таки медицина – это отдельная, да? Вот. С другой стороны, к сожалению, к сожалению, у нас так получилось в стране, что люди почему-то очень не любят свой институт. Почему-то всем кажется, что если институт, то это что-то такое недостойное, маленькое. По замыслу университет – это много институтов. Да? То есть, или факультетов, если угодно. По замыслу слова «университет» там должно быть много всего. В частности, да? Средневековые университеты. Все понимают, как будет устроено, да? То есть, на медицине там очень будет направленность. Это может, по-моему, не считать целыми. Правильно. Я понимаю, многие профессии так разрослись, что уже действительно не бывает просто врача, а бывает врач такой специальности, такой депракт. И действительно, постепенно это происходит. И в результате у нас получается, там, не знаю, математический университет. Там, сто лет назад, он вообще совершил математический университет. Там, надевается, подойдет из факультетов. А сейчас уже бывают такие. Во многом это девальвация слова, потому что говорить «Медицинский институт» было бы не менее почетно. От этого врачи хуже не стали. И вот, мне и говорить о станкостроительном институте, тоже от этого меньше уважения к станкам. Честное слово, не было. То и то нужно. Пусть у нас здесь университет. Слышите? Пусть в нем есть подножество. Вот они. Подножество. Подножество А, подножество В. А университет давайте обозначим буквы П. Нам еще нужно увеличить то, что. Вот, вот, вот. И пусть нас интересует количество вот этих элементов. Давайте поймем, как очень легко это записывается. Если мы выбрасываем объединение 2 умножить А и Б из университета, то как можно легко посчитать количество таких точек? Что надо сделать? Минус А, минус Б. Нет, во-первых, надо взять весь университет. Посчитать. Сколько же их было до того, как мы что-то выбросили? Сколько их было? Дальше что надо сделать? Ну, выбросить. Выбросить что? Количество А и прибавить пересечения. Говорил? Да. Это формула очевидная? Да. Ну, давайте поймем. Вот этот элемент, мы его посчитали один раз здесь, а дальше мы его и не прибавляли, и не читали. Вот этот элемент, мы его посчитали один раз в большом университете, один раз вычли и дальше не прибавляли, потому что на печенье не лежит. Элемент из пересечения Астингита. Один раз посчитали, два раза вычли и один раз вверху были. Так? Так. Вот так выглядит формула включения и исключения для двух множеств. Пока все понятно? Да. Что? Сложного? Да, сложного то, что задачи вы готовите много, и вы всем этим должны уметь пользоваться, и у этого есть большие продолжения на любое количество множеств. Нет, секунду, когда вы в математике радуетесь тому, что что-то легко, то это хорошо, что вам нужно какое-то замечание для трех множеств. Поехали. Страшно, что два? Во-первых, картинка. Страшно подумать. Нет, ничего страшного. Количество элементов объединения. Да? Все понимают, что эта формула не сильно отличается от этой. Просто-напросто мы вычли, да? На самом деле, может быть, это не писатель. Чувствуете? Сравните. Очень похожие вещи. Итак, как же мы будем считать количество элементов объединения трех множеств? Нужно сложить количество объектов во всех множествах. Да. Отличка. Да. Затем можно вычесть пересечения множеств. Вычесть количество элементов во всех попартных пересечениях. Да. Да. И прибавить пересечения всех элементов. Количество элементов в пересечении трех множеств. Отлично. Господа, давайте проверять. По-моему, не еди нужно. Давайте проверять. Смотрите. Когда вы берете какой-нибудь элемент, который принадлежит только множеству фабрин, что у нас тогда будет? Он будет посчитан вот в этом месте и больше нигде. Согласны? Тогда вы берете элемент, принадлежащий этому, но не третьему. Тогда что у нас будет? Посчитали здесь, посчитали здесь, здесь не посчитали. То есть один плюс один. Дальше. Здесь что делать? Ну, начали. Так? Вычли один раз. Что такое? Один плюс один минус один. Это один. Один. Дошло? Дошло. Отлично. А теперь элемент, который лежит в пересечении всех трех. А мы везде считаем. Один плюс один плюс один минус один минус один минус один и еще плюс один. Это всего сколько раз посчитали? Один. 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 Так и надо было, и надо посчитать. Все понятно? Да. Значит, формула включения для трех множеств мы тоже с вами. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо.